Всем привет! Вы на канале Танина Кухня. Скоро праздник Светлой Пасхи, поэтому я буду готовить кулич. Сегодня я приготовлю кулич шоколадный с добавлением апельсиновой цедры. В миске развожу дрожжи. У меня дрожжи прессованные. Вы можете использовать также сухие дрожжи. В рецептуре я напишу соотношение свежих дрожжей и сухих. Заливаю их тёплым молоком. Молоко комнатной температуры. Размешиваю, чтобы дрожжи разошлись в молоке. Добавляю сюда муку. Хорошенько размешиваем муку. Это наша опара. Молоко, дрожжи и мука. Опару накрываю полотенцем с моченым горячей водой. И убираю в тёплое место примерно на 40 минут или на час. Сейчас приготовим все остальные ингредиенты. Нам необходимо растопить горький шоколад со сливочным маслом. Я это буду делать в микроволновой печке на низкой мощности. Также вы можете это сделать на водяной бане. С апельсина нужно будет снять цедру. И выдавить немного апельсинового сока. Снимаем только верхний слой. Оранжевый, без белого. Я сняла цедру с апельсина. И немного её порезала, помельче. Сейчас необходимо выдавить сок. Я достала шоколад и масло. Всё уже растопилось. Вот такая красивая шоколадная блестящая масса. Сейчас взбиваю яйца с сахаром. Вот в такую пышную пену взбиваем яйца и сахар. Добавляю соль. Ну, такую хорошую щепотку. В яичную смесь, которая у меня получилась, я добавляю апельсиновый сок. И шоколадно-масляную смесь, которая уже остыла и комнатной температуры. Вот такая заливка получается. Это масса, которую мы будем добавлять в нашу опару. А также муку, цукаты и апельсиновую цедру. Опара моя расстоялась. Она уже готова. Сейчас будем вводить все остальные ингредиенты и замешивать тесто для шоколадного кулича. Вот, посмотрите, видите, она уже поработала, хорошенько запузырилась. Осторожно вводим часть нашей шоколадной массы. И аккуратненько перемешиваем. Ввожу муку. Также частями, не все сразу. Я добавила всю шоколадную массу в тесто. Ввела почти всю муку. И продолжаю вымешивать рукой. Вымешиваем осторожно, аккуратно, без суеты и без спешки. Тогда ваш кулич получится просто восхитительным. Добавляю оставшуюся муку. Сейчас мы поставим наше тесто на расстойку, еще на час. Оно должно увеличиться в несколько раз. Сухофрукты и цедру будем добавлять уже в самом конце, после расстойки. Сухофрукты должны быть вымыты и высушены, чтобы не было никакой лишней влаги. Я свой изюм, вишню и клюкву предварительно замочила в коньяке. Можно также замочить в крепком чае. Допустим, взять чай Эл Грей. Очень будет вкусно. Вот, посмотрите, тесто такое мягкое. Немного, вот видите, оно липнет. Но больше муки добавлять не надо, чтобы кулич наш был воздушный, чтобы нам его не забить мукой. Еще немного вымешиваю, буквально полминутки. Все. Накрываю тесто полотенцем, смоченным в горячей воде. И отправляю в теплое место на расстойку примерно на час. Я ставлю свое тесто в духовку, где 30 градусов. Прошел час, я достаю свое тесто. Посмотрите, какая красота. Как оно выросло и увеличилось в объеме. Сейчас ввожу сюда цукаты, изюм, вишню, клюкву и цедру апельсина. И еще раз хорошенько, аккуратненько все вымешиваем. Посмотрите, какая красота. Какое воздушное, нежное тесто. Вот таким образом вымешиваем, чтобы наши цукаты хорошенько распределились по всему тесту. Ну вот, посмотрите, я вымесила тесто. Сейчас я его буду разделять на порции и выкладывать в заранее подготовленные формочки. У меня вот такие бумажные формы. Они очень удобные и куличи можно выпекать в них. Тесто выкладываем примерно на 1 треть формы, потому что оно еще постоит и вырастет в объеме. Ну вот, примерно вот столько я буду выкладывать на каждую форму. Этого теста у меня вот хватило на 5 вот таких куличиков. Оставляю их на столе при комнатной температуре. Смотрите, чтобы не было сквозняка. Накрываю полотенцем и оставляю их растаиваться примерно на 40 минут, может быть на час. Все зависит от температуры у вас в кухне. Духовку разогреваем на 180 градусов, вверх-вниз. Прошло 40 минут. Посмотрите, как поднялись мои шоколадные куличики. Вот они увеличились в объеме в 2 раза. Духовка у меня нагрелась 180 градусов. Отправляю их в духовку. Прошло примерно 45 минут. Сейчас я проверю свои шоколадные куличики. У меня деревянная палочка. Все замечательно пропеклось. Я их достаю. Посмотрите, вот такие красавцы получились. Надо дать им полностью остыть, а потом украшать. Мои шоколадные куличики остыли. Сейчас я продекорирую один кулич, а второй мы разрежем и посмотрим, какой он. Здесь у меня глазурь. Вот такая белая сахарная глазурь. Вы можете купить ее в любом кондитерском магазине. Также в супермаркетах продаются готовые глазури. Это очень легко и быстро. Смотрите, украшения также я покупала. Сахарные, видите, сахарные яички, цветы. Здесь тоже различные украшения для декорирования. Беру куличик. Бумагу я сниму. Освобождаю его от обертки. Вот, посмотрите, какой замечательный, красивый шоколадный кулич. Глазурь я немного подогрела, чтобы она была более текучая. Украшать надо быстро, потому что глазурь застывает. Ну вот, я таким образом украсила свой куличик. Очень быстренько он получился у меня. Вот такой нежный, весенний, красивый кулич. Давайте разрежем, посмотрим, какой получился кулич внутри. Посмотрите, какой он. Он еще у меня тепленький немного. Сочный. Посмотрите, какой он мягкий. Очень вкусно пахнет шоколадом, цукатами, апельсином. Просто восхитительный. Друзья, вот такие замечательные шоколадные куличики у меня сегодня получились. Приготовьте обязательно, я уверена, у вас все получится. Спасибо, что были со мной на канале Танина Кухня. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски. Всем пока!